В этот день честовали тех, кто посвятил свою жизнь спорту. Тренеры и преподаватели, любители физкультуры. Каждый из них начинал с первых шагов, а сегодня уже имеет большое количество званий и медалей. Заслуженные награды вручали и здесь, на торжественной части, посвященной Дню физкультурника. Максим Сергачев, тренер подзюдо школы «Спартак Орехово». В этом виде спорта уже 16 лет. Пришел я в дзюдо спонтанно лет, наверное, в 10-11. Меня папа привел. Он к Владимиру Петровичу навожил его клуб на Парковской. Просто привел и сказал, чтобы я стал как бы мужчиной. Просто отдал меня, не водил, не разговаривал. Просто меня отдали, так сказать, в пучину всяких действий. Долго я занимался, наверное, лет 5 в городе. После этого я переехал в Динамо Дмитров, в школу Олимпийского резерва. И там уже более профессионально начал заниматься спортом. Закончил институт и пошел, служил в армии. Потом вернулся и переехал обратно в город. И стал работать тренером. Я как бы начал продолжать сам заниматься спортом и параллельно начал тренировать. И потом это все затянуло. Дети. Очень много детей стало. И я начал больше тренировать, чем сам. Тренеры делятся. В спорте превыше всего дисциплины, а еще сила воли и трудолюбия. Немаловажную роль играет и работа в коллективе. Будущим спортсменам необходимо друг друга поддерживать и помогать. Я занимаюсь детской командой хоккея. Первый раз пришли дети и ничего не понимают. Начинается тренировка с построения, потом объяснение, потом технику показывают, владение клюшечкой, владение техникой катания на коньках. Это не сразу они начинают играть. Их достижения не только на словах, но и в делах. А запечатлели их в фотографиях. Председатель комитета по культуре и спорту отмечает. Такую выставку в День физкультурника по традиции открывают третий год подряд. Вот, например, у меня фотография, где мы открываем именно биатлон и стрельбищ. Несмотря на то, что это, в принципе, торжественное мероприятие, это не процесс спорта. Но, тем не менее, нужно посмотреть именно, какие глаза горят у спортсменов. Потому что они действительно дожидались. Вот один из примеров, городская лыжная база. Вы помните, 5 лет назад, как у нас было состояние. А на данный момент привели в порядок саму базу, само здание. А также, конечно же, построили стрельбище для пневматического биатлона. И таких событий масса. В городе активно обновляется спортивная база. Установлены площадки для сдачи норм ГТО. Произведен капитальный ремонт мини-стадиона на улице Бирюково и футбольного поля на торпедо. А также плавательного бассейна «Нептун». В планах реконструкция стадиона «Знамя труда». А это значит, что город Орехово-Зуево по праву назван территорией спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова